добрый день с вами капля и мы продолжаем говорить о свободе слова слова имеют огромную силу слова наверное является самым разрушительным и в то же время самым созидательным компонентом жизни на земле слова обладают невероятной силой поэтому когда мы с вами намереваемся воспользоваться нашим правом на свободу слова очень хорошо было бы перед этим приостановить себя притормозить и задуматься на тем какое действие какой эффект какие каковы последствия того что мы намереваемся сделать слово не воробей говорит пословица вылетит не воротишь если вы разрушите дерево срубите вы можете посадить новое но вырастет если вы разрушите там что-то там машину попадете в аварию можно будет починить но когда мы говорим о разрушении которое наносит слово зачастую исправить бывает уже просто невозможно слова ранят больнее всего я часто сталкиваюсь я сам по себе всегда был острым на язык но последние десять лет я очень много думал о том каковы последствия моих слов и изо всех сил старался воздерживаться от любых высказываний которые могут ранить даже моих врагов и также у меня есть обратный опыт когда я получал в свою жизнь достаточно жесткие очень я бы даже сказал смертоносные слова однажды когда один из служителей высказался в мой адрес очень злой негативно я подумал о том что если бы слова могли физически убивать то я был бы уже много раз мертв потому что в его посыли читалось именно это и это разрушило не просто разрушила наше отношение нет это разрушило мою веру в пастырское благочестие потому что я вырос церкви где пастор никогда не позволял себе не то чтобы оскорблять называть нехорошими словами но и просто повышать голос на кого-то в присутствии других людей он предпочитал заводить в укромное место и высказывал нам все претензии которые имел я делал это лично здесь я столкнулся с людьми которые словами намеренно пытались разрушить мою жизнь разрушить мое служение разрушить мою семью и это не были слова проклятия нет это были слова которые кидались в мой разум и вызывали в нем достаточно сильный резонанс этот пастор сказал ты иуда который предал христа ты никогда не сможешь войти в царство божие и так далее так далее и я очень долго ходил и раздумывал на тем что возможно несмотря на его агрессию его словах есть определенная доля правды и я много каялся я начал видеть в себе эти черты иуды словах в поступках в мотивациях но потом пришел дух святой и сказал выбрось это из головы это не я посел в твое сердце это было освобождение и люди будут часто приходить в вашу жизнь и кидать эти камни сомнения не будет бог тебя не любит бог не ставил тебя на это место бог не поручал тебе ты самозванец там ты плохой отец ты там плохая мать ты очень это знаете это стрелы раскаленные стрелы лукова это ложные вещи давайте развернем картину в обратную сторону как часто мы произносим эти вещи в жизнь других как часто мы говорим слова которые произведут те же действия в жизни другого человека подумайте и постарайтесь остановиться и так слова имеют огромную разрушительную силу и мы несем ответственность за то чтобы говорить не слова разрушения а слова созидания ободрять друг друга вдохновлять поднимать моем понимании христианин увидевший согрешающего брата должен быть тем кто не уйдет от него пока тот не поднимется я кстати много раз обжигался я проводил время на коленях возле раненых христиан которые поднимались и били тебя и это реалии жизни но это совершенно не значит что не нужно продолжать этого делать потому что речь идет не о правильных поступках друзья речь идет о правильном сердце и вот сформировать это правильное сердце наверное главная задача нашей жизни и тогда с наша свобода слова не будет нуждаться в том чтобы ее ограничивали законы церковные правила и так далее вы будете сами нести ответственность за свои слова думать перед тем как говорите понимая что это кого-то может может ранить расстроить или даже убить